добрый день уважаемые youtube зрители мы начинаем нашу программу сегодня мы ее уже продолжаем 1 уже состоялась необъявленная но самое главное у нас сегодня программа в которой моим гостем является известный человек проживающий на территории израиля александр рыбалка сейчас мы с ним будем начнем нашу беседу ну во-первых хотел хочу сказать о том что заранее предупредить связь в том месте где находится александр не очень хорошая возможно перерывы сбои мы с ним будем говорить по скайпу я щас покажу экран ну надеюсь те кто проживает в израиле знают и не только в израиле на поле сады рыбалка ну это писатель каббалист исследователь тайных обществ масонских организаций но сейчас будем мы его описать и особенно особенно известны его мистические детективы мистические и у на стенах сегодня как бы талисманы амулеты и вот интересно что все это такой науки я бы сказал как каббала давайте я буду сейчас показывать экранчик как минимум нету камеры иначе камера не просто не потянет но как минимум вы будете видеть его сейчас вы его видите александр здравствуйте да у нас еще утречка у нас еще только 10 часов утра в городе чикаго но в нью-йорке 11 правда часов утра а вот только 8 утра это в калифорнии лос-анджелес сан-франциско что-то прыгает у нас на здесь стабилизируется картиночка в skype наверное потому что камеры несколько участвовать не знаю почему но вот стабилизировалась да хорошо ну дорогие друзья мы ждем ваших вопросов поэтому я чтобы не отвлекаться давайте мы вот видите уже шалом всем сразу видно человек живет в израиле алекс александр ну смотрите давайте мы начнем вот чего скажите мне для начала что такое не каббала дело в том что когда-то я был на интересные как лекции человека которого титул его был махарадж хотя он американец вот и когда ему задали вопрос а что такое каббала он ответил американец джейш мистицизм то есть еврейская мистика вот что такое каббала это еврейская мистика это наука это учение что с вашей точки зрения это надо сказать американский махараджа ответил совершенно правильно каббала это еврейский мистицизм это можно сказать традиция еврейского мистицизма вот можно ли ее называть наукой но ну вряд ли это сказать или или скажем или в том же смысле в которой наука является филология респонденция и так далее это тайное еврейское учение мистическое еврейское учение которое передается из поколения в поколение истоки каббалы где мы находим самые это сказать древние древние тексты которые мы видим по жанру это книга про грехескеля относящиеся примерно к 6 веку до новой эры вот когда мы говорим о видении порога грехескеля о том что называется масса меркова учение о колеснице мы пользуемся теми же самыми терминами которые мы используем сегодня 2600 лет спустя если говорить о практической капали вот то самые древние скажем амулеты которые мне приходилось я могу говорить о том что я видел я видел в кацарине это на севере из араиля там был древний еврейский город там проводились раскопки и вот это музей я видел два амулета выглавированных на тонкой меди и когда я попросил чтобы дали мне воспечатать крупную фотографию этих амулетов я с изумлением увидел что они построены по тому же принципу по которому строится амулеты сегодня то есть примерно 2000 лет назад это уже было связано с формировавшиеся учения я веду как минимум 2000 лет назад понятно что она не появилась и тут же человек пришел за бредом понятно что она существовала как минимум несколько сот лет до этого откуда ведет свои традиции каббала скорее всего можно сказать что из аккадской и ассирийской магии то есть это получается какие-то какие-то магические ритуалы и обряды которые в каббале тоже существуют теоретической части вот основной так сказать квинтэссенция это практическое использование начиная от практического использования в молитве заканчивая амулетов и талисманов каких-то каббалитических практик и так далее квинтэссенция всего этого это естественно практика и смотрите насколько практика меняется я могу сказать что она практически не меняется единственное что еще то есть примерно в 11 12 веке 11 12 столетий он говорил о том чтобы не пользовались теми методами излечения которые скажем описаны в талмуде и так далее потому что мы не всегда точно знаем какие вещи какие растения стояли за теми или иными названиями но в принципе мы видим что за 2 с лишним тысячи лет практики практически не меняются а вот александр расскажите мне такую вещь ну очень часто скажем одно учение отвергает собственно говоря другое учение я может выхожу за пределы нашей темы но тем не менее вот относитесь ли вы опять же я тоже люблю говорить про себя поскольку я это видел я это испытал я это чувствую и так далее а то что где-то где-то как-то кто-то это их experience этих или опыт этих людей так вот скажите как вы относитесь другим учениям другим скажем магическим возможно даже обрядом которая ну не в кабале смотрите я лично отношусь хорошо то есть я этим интересует скажем с удовольствием читаю о мистической практиках суфиев вот вместе с тем кабала то есть классическая кабала и считаю она разделяет две вещи она разделяет собственно практическую кабалу и то что называется кишу в колдовство в чем между ними разница и тогда люди путаются чаще всего люди путаются и не знаю какая между ними разница я когда учился у рава иуды калфана тоже как-то об этом зашел разговор и он дал совершенно четкое и правильное определение опять же я сейчас говорю с точки зрения иудаизма вот иудаизм использует только божественные силы ангелов и так далее вот в то время как колдовство кишу использует силы клепатические вот или если говорить на совсем простом языке тоже называется не чистая сила на языке кабала это клепатические силы вот поэтому зачастую так сказать практики иудаизма говорят о каких-то других практиках так что это использование клепатических сил вот тем не менее мы знаем что работают самого разного рода практики и я лично я лично этим интересуюсь хорошо а вот почему так ходит с вашей точки зрения опять же какой-то вот такой интерес возник последние годы кабале причем на западе что самое интересное среди звезд вот допустим мадана она стала не мадана она уже сара как бы она приняла имя другое ричард гирн в общем очень многие звезды которые как бы не имеет никакого отношения ни к вере не к национальности они стали как-то вовлекаться в этом я думаю это временная мода вы знаете в 50 и 60 годы увлекались йогой то я не имею ввиду серьезных людей то интерес к боли на западе западной цивилизации он не попадает с 15 века когда появились члене пикадемирандолы и она рейклина и так далее мы можем говорить о санкрейцевской кабале которые собственно говоря это практически та же самая иудейская кабала только выраженная в терминах по сути она никак и никак не отличается если же говорите сегодня да чем интересуются мадонна чем интересуются не знаю чем интересуются ричард гир я думаю это модно вчера не интересовались йогой сегодня кабалой завтра заинтересуются скажем религией вот это временно и приходящий если серьезно к исследователям то они всегда интересовались можно вспомнить алистера кроули я только говорю о двадцатом можно вспомнить сэмриэля мазерса можно сэмриэлдье вот то есть этот интерес серьезный интерес серьезных людей он не нов и он существует уже 500-600 лет и не ожидаете что попадет завтра но это мода мода она скороприходящая знаете яркий показатель того что человек не имеет серьезного интереса вот эта красная ниточка на руке все люди серьезно интересующиеся иударизм знают что эту красную ниточку ввязывают младенцам для того чтобы защитить их от лилит младенцам причем в возрасте до 40 дней от рода для всего слова человека это совершенно бесполезно это как носить сосну на грудном кармане но дело в том что я скажем неоднократно бывал на востоке в индии в частности и там когда делают определенные обряды они называются ну ягья вообще-то говорят она санскрите я яджна или ягья то в принципе любому человеку которые там участвует в этом обряде ну неважно очищение просьба какая-то ему повязывают на руку такую красную ниточку и он ее носит до того момента пока она скажем так не перетирается или не рвется я скажу более того в религии бон скажем существует такая традиция повязывают нитки разных цветов в зависимости от того что нужно человеку синюю красную желтую и так далее мне было бы очень интересно кстати узнать заимствовал ли это иударизм из бона или наоборот бон так сказать развил вот эту вот традицию магии междуречья вот это повязывают на руку владельцу до 40 дней ясно хорошо вы упомянули орден ну вы в данном случае говорили резингрейсеров а вот существовали да и сейчас существуют но не какие-то тайны в том числе а вы же специалист по масонству кстати вы написали несколько книг с атерос и синельниковым частности да да и там даже вот я не читал пока еще этих них но интересно описание назвать этих них и там рассматриваются вот эти ордена мы перейдем к масонству чуть позже скажите вот это какие-то таинственные ордена вот резингрейсера там розы потом иллюминати в соединенных штатах он появился в семнадцатом веке он был тайным потому что тогда вокруг своим ствола инквизиция вот известно скажем адам хазермаев из Голландии он в 1622 году тоже был арестован и сослан на голевы за то что он был членом ордена розынгрейсеров сегодня ну так сказать учение его уже нельзя назвать особо тайным вот оно глубокое но мистическое но тем не менее совершенно открыто в соединенных штатах кстати говоря действует аморг древний мистический ордена розы и креста огромная организация то имеет часть вот это на западном речи сша там есть огромный называется розыгрейсовский парк 40 гектаров один из крупнейших в мире гипотологических музеев то есть а вот есть две точки зрения которые я слышал первая точка зрения если мы возьмем допустим иллюминати первая точка зрения это хранители каких-то знаний тайны и они ждут когда в общем-то того момента когда надо открыть эти тайны эти но для на благо с другой стороны иллюминати это организация тайная и какая-то мистическая организация которая вот делает все чтобы что-то то ли погубить землян то ли что-то нет нет конечно это теория заговора в свое время орден иллюминатов созданный адамом визгалтом это был орден для подвижения социальных технологий учтите что вот это создание ордена иллюмината собственно говоря это 1 мая 1776 года вот то есть и ордена и иезуитов действует да визгалт сам вышел из ордена и иезуитов вот какие-то остатки еще вот этой перечитки инквизиции вот они хотели тогда создать республику свобода веры и свобода его исповедание и так далее вот ну надо сказать все к чему они стремились но так все таки это теории заговора с вашей точки зрения не существует теория заговора существует то смотрите то что я вижу чаще всего это откровенная глупость особенно когда вот у меня есть такая книга называется мифы о масонстве мы написали вдвоем с Андреем Синильниковым вот там мы разоблачаем так сказать многие мифы вот я вижу когда пишут особенно российские конспирологи о масонстве они даже не знают название организации да которые так сказать на рюкушке масонства они не знают что это они говорят такую глупость что человек обсуждает о математике не знает об лице умножения вот это то что я вижу ну давайте тогда перейдем как раз в вашу епархию вернемся в вашу сферу ну масоны это вообще-то говоря были изначально как я понимаю это гильдия каменщиков строителей где тайные ну какие они тайные тайные если их закрывает они тайные но знания передавались от учителя к ученику от родителей детям поэтому с помощью циркуля линейки карандаша строились величайшие сооружения которые сегодня не могут даже компьютерной модели ближе близко предвидеть приблизиться но так масоны масон вот сегодня это какое-то тайное общество так это все таки почему она стала вот приобрело такой какой-то ну чуть таинственный чуть ли не зловещий окрас по сравнению всем когда это было гильдия каменщиков строители понятно здесь все в порядке а почему но в соединенных штатах масонские лужи действуют совершенно свободно я был в сша в двух местах нью-йорке и филадельфии в масонских ложах это огромные здания процветающие нью-йорке скорее к сожалению не добирался до чикаго о чем я очень жалею вот ну скажем в нью-йорке масонская лужи это двенадцатиэтажный небоскребно высотное здание в филадельфии да великая лужа пенсильвании это здание по своей роскоши соперничаешься с эрмитажем вот то есть можно сказать что это открытые посвятающие организации такое дело что это общество секретами а почему есть внутри какие-то тайные знания опознавательные знаки и так далее которые только знают люди этой организации но они действуют совершенно свободно их телефоны можно идти в телефонной книге это понятно но объясните почему они стали тайнами почему какие там сейчас что какая цель преследуется в этих масонских ложах смотрите нет какой-то одной определенной цели каждая ложа ставит за своей целью улучшение своих членов вот люди собираются люди изучают что-то вот и кроме того в среднем штатах да оказывают большую социальную помощь делают много образовательных программ вот то есть какой-то определенной цели да это не как партия которая стремится прийти к власти нет это общество которое ставит своей целью улучшение своих членов что интересно первая ложа которая была создана в САА или имею ввиду из юбиллярных лож она была создана в 1868 году и носила название рекламейшн улучшение вот я думаю что в Чикаго тоже сегодня совершенно свободно действуют масонские ложи поэтому в Чикаго что интересно я все мечтаю попасть в этот город и там живет глава одного из уставов эзотерического масонства в Чикаго живет великий Майкл Бертье в общем когда вы соберетесь я вас приглашаю у нас есть возможность где остановиться у нас есть офис довольно большой так что мы с вами если вы приедете конечно мы с вами сделаем программу и вы пообщаетесь ну я с удовольствием приму участие если вы меня пригласите тоже пообщаться с этим человеком у нас есть вопросы или обсуждения точнее вот мне хотелось бы вашу точку зрения узнать по этому поводу то есть у нас идет чат сейчас люди уже прибавилось зрители наших и вот как вы относитесь ну я немножечко знаю и тоже имею мнение конечно вот смотрите я изучаю кабалу с Равом Лайтманом уже скоро десять лет по силе возможности слушаю его ночные уроки которые в Америке вечером посещая конгрессы если они проходят в Америке ну народ спрашивает как успехи вот и один из вопросов это как вы ну не то что кладь могут сказать о том что вы его не любите и мы лично знакомы и мы лично в очень хороших отношениях да и ведь существует разное учение и самое наверное я не знаю по какой причине но Лайтман ну как бы более известен чем кто-либо как специалист в кабале или как образователь вот как вы относитесь именно к этому подходу поскольку подходом в общем то не один смотрите к кавалерам ашлага я не скажу так я недостаточно много о ней знаю чтобы высказывать свои мнения я изучаю немножко другую версию вот но сейчас я приобрел большую книгу о кавалерах ашлага я ее прочту и в следующий раз когда вы меня пригласите я обязательно о ней подробно выскажу вот на сегодня просто я думаю у меня недостаточно много информации с вами Лайтаном знакомых лично и прекрасных с тем отношениям вы можете у него о мне спросить я надеюсь что он скажет то же самое понятно каббала это ответьте что такое каббала а потом мы я прочитаю что говорит человек который 10 лет обучает в смысле что такое каббала как я сказал это еврейский мистицизм даже я даже вам сказал этот американский махавадж это еврейский мистицизм это еврейское мистическое учение не более не более но и не менее скажем так хорошо каббала это наука о постижении творца в этом мире это так вы знаете меня всегда смущает использование слова наука от творца вот ну да ну это наука ну как человек его знает смотрите я просто имею естественно научное образование и по образованию астрономия поэтому я всегда говорю астрономия это наука физика это наука математика это наука а ее искруденция скажем или филология ну это вот относительно но и поэтому ну с садовольками вот александр вот смотрите наука является астрономия это наука признанная в мире науки а вот скажем астрология она тоже как бы наука но она не всеми признана или забыта но тем не менее одна наука изучает где находится светило на небе а вторая как они влияют на человека а влияет все светило на человека какая-то больше какая-то меньше и это довольно субъективная вещь я скажу интересная вещь по поводу астрологии я тоже ей интересуюсь но вот что я вам скажу если мы говорим физики да что физика это наука если мы возьмем двух физиков да один гениальный масштаб Эйнштейна я не знаю там это профессор и возьмем начинающего с лента первого курсника скажем поставить эксперимент они поставят эксперимент и получат один и тот же результат если мы возьмем астрологию вот скажем я знаю нескольких астрологов которые строят невероятно точные прогнозы вот скажем вызывали есть астролог моя знакомая Наталья Барская вот всегда вот она она делает прогноз она опытный астролог всегда делает прогноз ну девяносто девять девяносто процентов да то есть у нее всегда прогноз сложный большинство астрологов да потому что я читаю ну я вижу что это ерунда и знаете в то время я еще помню в Советском Союзе получал одну газету советская молодежь из Латвии вот и она приходила с опозданием на неделю вот и я всегда так сказать чем развлекался я читал астрологический прогноз как бы с опозданием на неделю то есть не то что не то что будет да а то что было вот и каждый раз я вижу что они попадали пальцем в нем вот тем не менее я не отрицаю что есть астрологи которые делают прогнозы с невероятной точностью тем не менее посчитать это наукой пока пока еще мы не можем ну понятно ваша точка зрения понятно ну хорошо а вот другой человек пишет у нас в чате что каббала опять же это знание но не наука ну смотрите мы вцепились в это слово ну каббала это знание каббала это традиция понимаете это традиция передачи знаний а как вы можете объяснить простите я перебиваю как вы можете объяснить о том что достаточно недавно каббала была недоступна для изучения женщинам в принципе более того даже мужчинам ставилась определенная граница возрастная когда можно изучать это смотрите это была выдумка так сказать литовских вавинов вот дело в том что каббала все таки это вещь довольно интересная практическая да человек изучает и видит что ему делать элементарно видит как ему молиться да что ему делать что это это вещь практическая с другой стороны им казалось что от этого или наоборот это вещи духовные тоже вызывающие интересы если же взять аллаху то есть еврейское региозное законодательство мы увидим что эта вещь чаще всего не очень интересная кроме того приходится учить очень много того с чем человек далеко не сталкивается каждый день или вообще не сталкивается никогда да скажем весь раздел мишна да раздел ритуальной чистоты человек может читать 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 я думаю что сегодня не существует закона храмовой ритуальной чистоты вот поэтому эровидные поставили так сказать приграду для изучения каббалы потому что они боялись люди будут изучать каббалу и не будут изучать вещи которые не мерят никакого политического интереса понимаете многие случаи тоже мы читаем Шелхана Рух да но я говорю в ревейском религиозном законодательстве это какие-то вещи так сказать если они абстрактные эти вещи человек может пожить и никогда с этим в жизни не столкнуться и даже близко не подойти к подобной ситуации или мы учим о тех вещах которые сегодня не существуют да сейчас вот уже я посещаю вечернюю Ешиму Колин это называется вот сейчас мы учим там закон о ритуальной чистоте предметов уже этих предметов быт изменился вот то есть если бы не законы мы бы давно забросили это все изучали бы одну кабалу тем не менее сегодня изменилась жизнь сегодня невозможно поставить преграды для изучения кабалу люди покупают книги и читают собираются в друг находят учителя и изучают то есть преграды как сказать запреты остались но их невозможно соблюдать понятно понятно хорошо ну если мы говорим значит о кабале все таки вот как то почему то почему это понятно древо жизни что такое древо жизни именно с точки зрения кабалы древо жизни имеется схема на которой расположены сферот когда мы говорим о божественном влиянии на наш мир кабана разделяет его на десять как бы десять своеобразных частей так называемых сферот сферот сфера это нечто подобное слово сфера но мы видим она немножко другая сфера вот это есть такие влияния которых мы не можем наблюдать да это то что в кабале называется мохен или мозги вот это хаббат мудрость понимания и знания есть так сказать то что называется малым ликом да за иван бит то есть это влияние Бога который мы можем ощутить в нашем мире да они разделяются на шесть точек да они символизируются магендавитом секречной звездой да это хесед это милость суровость циферот это красота неодновесие между ними нецах и ход это вечность сияние и исот основания и наконец наш материальный мир называется малхут это царство божие вот вот все это вместе вся эта система называется древом жизни или древом сферот вот я при этом хочу учить что все сферот это понятия идеальные то есть не существующие в реальном мире да когда я например говорю 1 2 вы не можете мне показать 1 или 2 вы можете мне показать одно яблоко или нарисовать единицу но что такое 1 вы мне показать не можете то же самое и сферы отдельно сами по себе сферот не существует это средство описания ассоциации не ассоциации это средство описания ясно а хорошо вы упоминали Кроули ну я читал много книг его он же был известным и мистиком и да и ученым даже было тут много у него я большой поклонник Кроули конечно это был гениальнейший человек Кроули хорошо разбирался в кабане ну кстати говоря я не знаю недостаток его или достоинство чаще всего он писал таким образом что если человек прочел и недостаточно разбирается он его поймет при вратах вот он специально писал таким образом чтобы его трудно было понять вот я всегда пишу таким образом чтобы меня легко было понять вот видимо у нас разные задачи ну вот я большой поклонник Кроули но советую его читать только так сказать что называется подвинутым пользователем ну это да да кстати то что вы объясняете мне нравится мне нравится ваше объяснение оно оно понятно это объяснение в основном люди которые погружены в какую-то ту или иную область являются экспертами не объясняют на своем языке это язык не всегда не всегда как правило не понять людям которые вообще об этом ничего не знают вы объясняете оно понятно даже людям которые не знакомы с этой системой спасибо скажите ну вот Кроули я тоже поклонник так что в этом мы с вами может быть и похожи я правда не такой знаток конечно но тем не менее пытаюсь так вот у него даже есть Таро так называемое Таро Кроули да в отличие от очень многих скажем Таро у него свое вот как-то я бы сказал так все остальные они как-то чем-то похожи у него совершенно отдельное Таро и оно как раз таки именно сфероты они учитывают там все это объясняется ну смотрите это так называется Таро Тоттон Таро Тоттон да да смотрите это прекрасная вещь ну в одном так сказать в одной беседе мы это с вами конечно не обхватим абсолютно да ну скажем так всем интересующим скажите я говорю Кроули не сам его рисовал его рисовала художница по его описаниям вот ну существует Таро существует его книга об этом Таро она так и называется Таро Тоттон естественно я всем могу рекомендовать но опять же всем все таки люди которые немножко продвинут Таро немножко так сказать понимают в Кабале то есть оно не очень простое но это так сказать одна из очень прекрасных вещей для изучения Кабалы мистики Таро Тоттон но сам Тоттон но сам Тотт ведь фигура же очень серьезно это это божество тайного знания о древнем Египте вот Кроули вот считал себя собственно он таким и являлся он был адептом тайного знания вот конечно Кроули очень много читал но все таки я рекомендую ему книги с одной оговоркой эти книги не предназначены для начинающих когда человек поучился вот он уже может взяться за книги Кроули вот так вот кстати говоря если вас заинтересует что рекомендую начинающим совсем начинающим да вот скажем в США я обычно рекомендую Орден Аморук это древний орден Розенкрицев это называется так древний мистический орден Розенкрицев это книга нет это не книга это организация организация а вы говорите книги книги почитать книги почитать смотрите если говорить о Кабале я порекомендовал бы мою книгу путеводитель по миру Кабалы я так говорю не для рекламы потому что книга уже три раза издавалась ну я не думаю так сказать что ее еще будут издавать ее издавали три раза большими тиражами и все тиражи были разбудены ее еще взять просто негде вот но я специально написал книгу таким образом чтобы начать с такого уровня когда человек еще ничего не знает и вплоть до уровня когда уже человек достаточно хорошо понимает Кабале вот то есть я бы порекомендовал эту книгу вот очень есть неплохие книги Раба Мадитягу Глазерсона вот «Огненные буквы» например вот «Медицина и Кабала» но тоже для подвинутых пользователей вот просто книги Раба Глазерсона вот «Астрология и Кабала» у него есть хорошая книга вот это то что я могу порекомендовать для людей которые только начинают обучение из книг я хочу объяснить хорошо дорогие друзья обращаясь к нашим телезрителям и пользователям центра «Сангейтс» кто-то смотрит сейчас и те кто будут смотреть у нас записи я хочу напомнить мы встречаемся сегодня первый раз и связь у нас слава Богу хорошая с Александром Рыбалко известным писателем специалистом в Кабале в масонстве и мы сегодня ведем нашу первую программу я надеюсь мы встретимся еще и не раз это очень интересно все наша тема сегодня в принципе конечно талисманы и амулеты мы последний вопрос который отвлеченный может быть у нас в одной из передач одной из программ был такой вопрос кто такой Бог в Кабале можете дать хотя бы примерное определение ну не знаю трое всего сущего это будет это будет слишком общее определение источник скажем так это источник света создающего все вот это я еще в другой передаче относительно недавно было передачи тоже был примерно такой вопрос но был дан ответ такой то есть вот есть концепция скажем в Китае дао где нету персонального аспекта то есть это какой то вот свет это луч это энергия это ну вот вселенная появилась из ничего взрыв вот так вот а есть скажем на востоке в частности персоналисты есть имперсоналисты есть персоналисты вот где все таки мы были созданы по образу и подобию так пишет библия то есть это все таки личность как вы считаете это смотрите на нашем очень низком уровне мы можем воспринимать только в качестве персонального аспекта даже на более высоких уровнях если существует персональный аспект мы его не можем воспринимать просто вы понимаете одну такую простую вещь что в нашей галактике наша галактика маленькая существует примерно 80 миллиардов взросл а в других галактиках и по 100 и по 120 миллиардов а такие галактики к 100 миллиардов понимаете да говорить о том что кто-то может понимать бога но это как вот считать что вот на вас есть какие-то микрообы да какие-то стафилокопки что стафилокопки на вас может сидеть и понимать наш с вами разговор нет конечно вот так и здесь но стафилокопки сон разумный он может думать что вот я наверное сижу ну вот я маленький микрообы а я сижу на каком-то гигантском микрообы хотя вы тоже понимаете разницу в зрении человека и микрообы вот поэтому не о каких-то скажем так когда мы сталкиваемся с более высокими планами недоступными для нашего разумения мы говорим о транспарсональной паспекции на самом деле мы просто этого уже не понимаем мы можем понять только то что доступно нашему довольно таки невеликому разуму мы находимся мы крутимся вокруг карликовой звезды да это солнце это желтый карлик собственно говоря а таких звезд 80 миллиардов в нашей галактике вот и мы находимся на какой-то такой вот третий степенный планет поэтому что-нибудь понять выше этого это вне нашего разумения ну я хорошо ну давайте тогда все-таки для чего нужны вот такие скажем понятия как амулет талисман оберег опять же в каждой традиции в каждом возможно направлении если ведь они свои для чего они нужны они защищают человека они дают ему какое-то знание самое-самое я оцену книжку об этом написал называется практика кабалы вот есть амулеты привлекающие удачу есть амулеты изгоняющие болезни да вы особенно учите да что скажем еще пятьсот лет назад если в городе была эпидемия вот это все просто все умирали люди даже не имели понятия о тех самых несчастных микробах о которых мы только что говорили вот что происходило скажем если была эпидемия да что за что ходит далеко если скажем почитать шулам алейхи с яблоки да дело происходит ну там примерно 150 лет тому назад немножко меньше в местечке возродилась эпидемия ну что делать люди не знают что делать звали специалиста практической кабале он рисовал большой красивый амулет вот я в книге привожу несколько это был не такой вот маленький амулет который там дают человеку на удачу даты женщине счастливых водов это целую картину рисовали вот с целью чтобы и знать и сказать нечистый дух нечистую силу вот для всего собственно говоря люди находили спасение только в чем в амулетах или в тарисманах вот сегодня кстати говорить им уже меньше пользуются хотя как сказать силы то в них осталось вот мы знаем что это работает чаще всего что это имеет какой смысл есть в этом имеет смысл постоянные молитвы имеет смысл обращение к каким-то духовным планам вот так что этим пользуются сегодня этим пользуются сегодня просто уже не так широко если у человека болит голова он не идет за амулетом принимает обрет головной боли так проще да смотрите но во многих случаях да люди идут и спашивают спашивают амулеты и так так вот практики остались хорошо александр ну вот пример пример привели не только голова но допустим прямо болит голова ну первое причина у человека защемление в шейном отделе вторая причина у человека слишком много думы третья причина у него действительно спазмы ну там спазмы и то есть поэтому болит голова что делали в местечке да он шел к местному 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 у меня болит голова тут выяснял что и как спрашивал давал ему амулет но сегодня чем искать такого специалиста больше принять этот так вот я это и спрашиваю то есть причин может быть это я назвал там 3-4 а их может быть еще в 10 раз больше так то человек или который ну страждущий да он пытается все таки найти но таблетка головной боли поможет может временно но она не решит проблем вот есть же люди думающие они не берут таблетки у нас кстати дорогие друзья это я снимаю шляпу перед тем кто присутствует сегодня и те кто вообще находится на нашем канале это люди действительно думающие они не случайно находятся все вот тут несколько тысяч человек подписчиков это все люди не случайно здесь находятся такого быть не может чтобы они случайно находились тематика этих передач это направлено только на информацию которая может принести благо облегчение и так далее так вот они захотели кто-то захотел страждущие или те кто слушает нас захотели найти такого человека такого человека можно найти фу смотрите да конечно сегодня сегодня вызывали их не очень много но есть не знаю в США даже не знаю я просто не очень хорошо знаком так сказать настолько тонко с США вызывали да существуют практически экополисты их немного но недостатка в посетителях они не испытывают с вашей точки зрения тот человек который поможет вот этому больному страждущему он должен быть ну понятно теоретиком практиком какими качествами он должен обладать он должен разбираться в магии есть ли какое-то магическое объяснение да скажем так он должен быть глубоким специалистом в области теоретической и практической боли таких специалистов не очень много но вызывали вызывали они есть как вы считаете Александр что главное сегодня ну если можно так сказать главное человек заболел это генетические какие-то скажем это всякие когда есть человек заболел я думаю идите к врачу сразу к врачу да потому что смотрите это всегда быстрее вот такие специалисты всегда быстрее чем пойти и сказать и скажем так я вот учусь фактического каббалиста вот он всегда спрашивает часто он говорит знаете что это медицинская проблема вам не ко мне нужно вам врачу да но он то знает вот бывают совершенно разные но я говорю всегда действовать можно максимально быстро да если у человека есть проблема тем более если он не находится вызывание где все таки там может сесть на машину и через час быть у каббалиста практика если он находится в Америке ему лучше сразу пойти к ближайшему врачу и что и с ним остаться или все таки пытаться искать другие варианты послушать что врач скажет врач говорит а как вы относитесь каким-то кармическим скажем проблемам вещам болезням смотрите поскольку я не практикую интуизм в своей практической жизни вот я ничего не говорю о карме вот когда мы говорим о карме это значит смотрите если мы с вами говорим да и не являемся при этом индуистами вот с точки зрения индуизма у нас уже плохая карма да мы не водились на святой земле то есть в Индии мы не являемся индуистами то есть у нас уже изначально плохая карма вот собственно что об этом говорить вот нет я не сторонник подобных методов ясно ну хорошо но вы когда описываете в ваших книгах эти вещи типа талисманы амулеты вы их описываете просто теоретически или вы все-таки владеете вы лично какими-то магическими способностями да но скажем смотрите я не веду приема людей я избегаю подобных вещей если надо я что-то могу сделать но опять же это не для посторонних я приема людей и мой учитель да он принимает людей только в самых исключительных случаях что есть такие люди те вы вы могли бы сами к примеру пользуетесь ли вы для решения каких-то ваших вопросов таки такими предсказательными что ли инструментами или прогнозирующими инструментами что ли если можно сказать как таро вот эти я сам составил три колоды таро вот не знаю в последнее время я не говорю что я парню но в последнее время не пользуюсь я на тароача пользовался но я пользовался почему моими личными колодами которые я сам составил а вы составили эти таро эти колоды таро исходя изучение каких-то исходя да да а это каббалистические да есть одна каббалистическая колода вот это по моим мы с Даниэлем Клугером написали роман о каббале называется тысяча лет в долг вот и вот позднее я составил таро короче потому что я нарисовал таро по этому роману собственно говоря таро о каббале вот вот у меня есть аске этого доктора фауста вот это мне передал эту информацию один акультист который жил в Америке Карл Бейтс акультист немецкого произвождения австрийского я жил в Америке вот и я и я сделал я сделал таро вот и есть у меня такая большая колода под названием табели египетского масонства там 100 карт вот сделан на базе сделан на базе масонских табелей то есть картинка картинка которая соответствует каждому катусу она редко бывает эту женщину зовут она специалист в тарологии она специалист она филолог по образованию астролог она ясновидящая просто она об этом очень не любит говорить скажем так вам интересно было бы она сама много она знает очень много колод и преподает вам было бы интересно встретиться в одной из программ скажем на троих вместе с ней и мы бы поговорили именно она не только она разбирается в кабале вот у нас была передача недавно я ее зовут эльза эльза ну имя не такое часто встречаемое эльза хопатняховская зовут она очень известный человек она ответственный секретарь французского королевского таро очень хорошо разбирается в разных и этой ла и кроули кстати тоже и вот последняя передача которую мы с ней проводили на радио меня приглашает выступать на чикаго радио вот и я спросил ее она сказала я не такой большой специалист по кабале но был вопрос такой двадцать две буквы алфавита скажем и двадцать два соответствует старшим арканам таро да вот ваше точное зрение это действительно так или это просто сопротивление это действительно так да это действительно так вот смотрите но все таки вы учите что скорее всего таро которое мы наблюдаем вот это произведение европейских акутистов когда мы говорим о происхождении таро оно скорее всего произошло аутентийской колоды кончифа это совершенно другое там есть 120 карт там есть 96 карт там есть даже одна колода 360 карт и они построены по совершенно другому принципу там тоже есть старшие арканы младшие арканы но они построены по другому принципу когда мы говорим о европейском таро то есть 22 оставших арканов и 56 младших арканов вот то мы говорим о колоде составленной европейскими акутистами то есть в соответствии с понятиями о компаниях ну вы знаете у нас такая передача у нас существует на нашем канале закрытая передача но тема интересная я бы не хотел даже делать ее закрытой она была бы интересна наверное всем но опять же зависит от вас вопрос тот же остается или подумайте или скажите сейчас хотели бы вы принять участие именно вот на троих скажем вот с этой эльзой и мы поговорили об этом более подробно может быть сейчас если буду это сказать не знаю может быть как-нибудь как говорят да вызывали бы изданут при наличии возможности понятно ясно да но пользуясь случаем могу сказать дорогие друзья у нас в субботу в эту субботу в это время хотя нет мы уже вы уже выйдете из то что вы ну называется шаббат поэтому если будет такая возможность у нас встреча состоится насколько я помню восемь часов по московскому ну соответственно Александра по вашему времени тоже будет такая возможность ну я не знаю давайте доживем давайте доживем хорошо в порядке поступления информации дорогие друзья поэтому нет нам просто пишут о том что было бы интересно послушать вот такую программу если бы она была объявлена ну давайте как-нибудь сделаем но вряд ли так сказать прямо в эту субботу хорошо да нет проблем вот эти можно сделать программу если так сказать слушателям интересно я могу сказать о своих колодах давай скажем ну я да мы с ней переговорю хорошо тогда вопрос последний по поводу в Одессе и не то и не другое я думаю что это средство медитации средство концентрации знать что будет в будущем мы не можем понимаете если мы будем знать что будет в будущем то мы это просто изменим вот соответственно окажется что прогноз был невинный вот поэтому но тем не менее того как сказать что такое того это я всегда говорю это карта сознания вы меня слышите? да я вас слышу да 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 извините это карта сознания на том или ином плане вот поэтому я всегда вот как я определяю профессионального таролога вот у него есть несколько колод таро обычно много вот и в зависимости от проблем пришедшего к нему клиента он рассказывает ту или иную колоду это как вот врач да пришел к нему больной он это усмеет температуру другого давления третьего пошлет на анализ крови или бывает на анализ мочи а если доктор все мерить температуру только то этот наряд не очень хороший доктор вот так и таролог да таролог обычно раскладывает разные колоды в зависимости от так сказать проблем своего посетителя а если таролог всегда пользуется одной раскладной там марсельская тару я из этого понимаю что этот наряд не очень хороший тару поэтому есть разные планы сознания понятно ну не буду спрашивать я хотел спросить про мадам ленорман но ладно это скажем так если бы мы могли знать что будет да вот то господи смотри любой тару который мог бы только знать что может будет он никому бы не стал миллиардером он бы разложил карты кто выигрывает спартак или динамо футбол выигрывает спартак пошел сделать ставку потом следующий матч спартак я не знаю реал мадерит кто выигрывает спартак опять пошел сделать ставку спартак 50 на 50 то есть большой степени вероятности просто не имел при себе никаких проблем его нужно было понимать людей понятно но дело в том что существует ведь процент или процент вероятности ну будем говорить попадания или угадывания неважно если он не угадывает 50 на 50 то о чем можно говорить нет мы говорим о том смотрите я не знаю как вы к этому относитесь но с моей точки зрения каждый должен заниматься своим делом вот вы говорите поставил таролог на матч допустим или какая лошадь там куда придет вот с моей точки зрения здесь надо разделить на две части как минимум должно участвовать два человека один человек гемблер будем его так называть или человек который хочет тестирующий а второй тестируемый то есть тестирующий он тестирует свое понимание свое видение он занимается только этим он никак не имеет никакого отношения выиграет он или не выиграет понимаете потому что если он будет заниматься этим я хочу выиграть пользуясь своими способностями он проиграет поэтому здесь надо выиграть чего это следует да таких просто нету сколько я во всяком случае но исходя из этого я могу сказать что все предсказания это пши иначе вы такие были человек для себя ну хорошо не для себя для приятеля да вот я буду для приятеля пускай он возьмет 100 долларов я буду раскладывать только матч 50 на 50 я не говорю про редкие какие-то там с лошади сколько там 6-7 вот я для него буду только раскладывать карты 50 на 50 выигрывать спалтак или выигрывать динам вот если человек даже этого не может сделать то о чем можно говорить каких более тонких так сказать вы знаете я как-то вел достаточно долго я был передачи в другом правда формате я вел передачи на радио на самом деле с радио и у меня был один очень интересный человек который он руководитель школы Таро в России живет и вот он рассказал такую историю у него родной брат который вообще категорически не верил и так относился ну блажь и блажь но как-то он к нему пришел с вопросом который его интересовал и он не мог его решить этот вопрос не буду сейчас говорить в чем заключалась он в двух так сказать отраслях этими вещами занимался ну интересовался и вот тот ему сказал погадал сказал он ушел потом он к нему опять пришел вторично и задал вопрос потом и пошло а потом он ему через где-то год с лишним принес ему две общие тетради исписанную полностью со всеми подробностями его вопросами и ответами на вот этого его брата который таро и вот он сделал математический подсчет арифметический подсчет 82 процента было за то что вот эти все угадывали нет он руководитель школы таро его не его не интересует предсказание его интересует информация которую он дает людям чтобы научить их заниматься таро а миллионер ну не знаю интересует или нет не знаю на здоровье кто верит предсказания на здоровье я не я не занимаюсь ни агитацией ни пропагандой никого не собираюсь агитировать ни за что просто если найдется такой человек который сможет сделать давать хотя бы 80 процентов предсказаний да или 50 процентов предсказаний я ему говорю не занимайтесь не принимайте людей не водитесь раскладывайте расклад спорта динамо идите к букмеке установите миллиардеров вот и все если вы этого не можете сделать то извините понятно я понял ну хорошо хорошо дорогие друзья если у вас нет вопросов мы должны отпустить Александра мы уже час находимся в эфире это тот срок который в принципе мы оговаривали вопросов я не вижу больше Александр спасибо вам большое вам спасибо очень интересно было беседовать да мы с вами если вы не возражаете еще минут на пять останемся может быть трансляцию тогда мы заканчиваем дорогие друзья спасибо вам что вы были с нами будут какие то вопросы оставляйте их в комментариях потому что программа она уже как только сейчас я ее закрою будет находиться на youtube и все желающие могут там оставить свои комментарии задать вопросы Александру я надеюсь что повторяю мы будем встречаться вот он это подтвердил по мере конечно возможности и тогда будет следующая программа если тема пожалуйста тоже задавайте будем рады соответствовать спасибо большое дорогие друзья и до новых встреч пока